Майкрософт патентует новый способ майнинга. GitHub сохранит исходные коды криптовалют на тысячу лет. На какие страны действует запрет токенов грамм? Это и многое другое вы узнаете в нашем свежем выпуске новостей. Приветствуем, вы на канале Битсмедиа. Фирма по кибербезопасности GuardiCore Apps сообщила Батнете Волгар, атакующим серверы баз данных Microsoft SQL для скрытого майнинга Волар и Монеро. За последние недели хакеры ежедневно заражали по 2-3 тысячи серверов. Атака проводится через подбор пароля на серверах с низким уровнем защиты. После взлома меняется конфигурация системы, затем хакеры устанавливают вредоносная программа для майнинга. Серверы баз данных Microsoft SQL привлекают хакеров своей высокой производительностью и возможностью хранить большие объемы данных с конфиденциальной информацией. Для защиты от взлома администраторы серверов должны использовать сложные пароли. Корпорация Microsoft намерена запатентовать новую систему для майнинга криптовалют. Вместо видеокарт или ASIC-майнеров система использует данные активности человеческого тела. Для добычи криптовалют могут использоваться тепло тела или мозговые волны, излучаемые пользователем, когда он выполняет поставленную задачу, например, просматривает рекламу или пользуется определенными сервисами. Данные об активности человека будут рассматриваться как доказательства работы. Система майнинга проверяет, соответствуют ли они заданным условиям и переводит пользователю вознаграждения в криптовалюте. Пока неизвестно, будет ли новая криптовалюта основана на существующем блокчейне или компания создаст свою платформу. Федеральный судья Нью-Йорка Кевин Костелл заблокировал выпуск и распределение токенов Gram для всех инвесторов. Ранее юристы Telegram попросили суд прояснить, могут ли токены Gram распределяться среди нерезидентов США, не попадающих под действием американских законов о ценных бумагах. Судья заявил, что запрет на токены Gram относится ко всем физическим и юридическим лицам в любой стране. Telegram не убедила суд, что сможет предотвратить вторичные продажи токенов американцам и изменить соглашение о покупке Gram для этого ограничения, ведь блокчейн Тун обеспечит анонимность покупателей и продавцов токенов. Команда GitHub запишет на ленточные накопители открытые исходные коды Bitcoin Core, Ethereum, Lightning Network и Dogecoin и поместит их в стальной контейнер. Он будет храниться в заброшенной шахте на Шпицбергене на глубине 250 тысяч метров. Все это делается для того, чтобы сохранить эти данные на протяжении тысячи лет. Разработчики проектов считают, что сохранение информации на долговечном носителе поможет избежать пробелов в истории. Возможно, эти тексты будут полезны ученым, но для разработчиков ПО такие данные вряд ли будут иметь значение через сотни лет. Криптовалютные биржи Kraken, OKEX, Bitfinex, Paxful и Luna сообщили о притоке новых пользователей и повышении объема в торговле. Kraken объявила, что число регистраций на платформе повысилось на 83% и объясняет это тем, что во время кризиса криптовалюты вселяют во многих людей уверенность. На Paxful рост регистраций составил 100% с начала марта, а на бирже Luna 50%. Что касается Bitfinex, количество ее новых пользователей выросло на 30% во второй половине марта, после внедрения во многих странах ограничительных мер, чтобы избежать распространения коронавируса. Несмотря на приток новых трейдеров, растет и количество выводимых средств, что может снизить прибыль бирж. Благодарим вас за просмотр. Если хотите нас поддержать, ставьте лайк этому видео. Будем благодарны за любые отзывы, как по нашей работе, так и по содержимому новостей. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»